Всем привет! Меня зовут Сергей. Приветствую вас на канале 1Серж23. Данный канал посвящен ремонту катеров лодок и другим вопросам водно-моторной тематики. В данном случае речь пойдет о восстановлении дюлькового корпуса катера Вилкрафт-210. Это будет последнее обзорное видео. Мы всегда выкладываем такие видео перед началом покрасочных работ по данному катеру. Что было с ним? Катер пришел в полуброшенном состоянии. То есть историю катера можно посмотреть у меня на канале. Вообще подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и тогда будете в курсе того, что здесь происходит. Как еще раз говорю, катер был в полуброшенном состоянии. У него начались астматические процессы, имел сколы по гельковоту, трещины по корпусу. Все узлы были соответствующим образом в данный момент отремонтировали. Вот сейчас мы восстановили гельковый корпус днища катера. И данный ролик носит отчетный характер, во-первых, перед владельцем катера. Во-вторых, это носит информационный характер для будущего покупателя данного катера. Потому что катера всегда меняют своих владельцев. И очень важно понять, что именно ты купил. Поэтому мы всегда перед началом любых работ с покрасочными материалами по корпусу снимаем отчетное видео. Для того, чтобы новый, допустим, владелец катера мог посмотреть и увидеть, что проблемы, которые были под днищем катера до закрытия не обрастающими красками и грунтами, полностью решены. Давайте сейчас посмотрим обзор по катеру. Вот сейчас полностью все реставрационные работы закончены. Сейчас будет, на катере будет вам показывать сейчас полностью видео по катеру. То есть можно посмотреть, в каком состоянии все находится сейчас. Как это все выглядело до начала ремонта, можно посмотреть в предыдущем обзорном ролике по началу работ на катере Вилкрафт 10-10. Сейчас с катером будут делать следующие вещи. То есть, во-первых, он будет закрашиваться, покрываться противоосматическим грунтом Гелсу-200 в два слоя. По-хорошему нужно закрывать в 5-6 слоев, но решено, что остановимся на двух слоях в данном случае. То есть два слоя будут закрыты противоосматическим грунтом Гелсу-200. После этого катер будет закрыт два слоя грунтом Примакорм. И соответствующим образом на финише работ катер будет закрыт голубой, синей, необрастающей краской. После этого работы с днищем катера будут полностью закончены. То есть будут производиться, с катером будет производиться, решено, что будет производиться полное реставрационное действие. То есть он будет весь мыться, чиститься, полироваться. То есть будет с ним очень много работ. По ходу работ будут сниматься, соответственно, видеоролики, которые можно будет посмотреть также на канале. Вот сейчас вам показывают, что, в принципе, если вы видели предыдущий ролик по началу работ на катере Вилкрафт-210, то можете посмотреть, что было и что стало. Это американский катер. Катер очень хороший, очень интересный. Кельгард у него стоит. Снимать мы его не будем. Он будет очищен и заклеен просто малярным скотчем при проведении покрашенных работ. А так, вот, это, как еще раз говорю, видео, в принципе, носит, во-первых, отчетный характер, во-вторых, информационный характер при переходе лодки, при смене ее владельца. Чтобы новому владельцу можно было понять, в каком состоянии находилась лодка до покраски ее необрастающими красками. Чтобы не было с ней никаких проблем. То есть нету пробоин, нету никаких повреждений, что никакого колхоза нет. Все отремонтировано абсолютно грамотно, так как это и должно быть сделано. Так что, вот, если у вас будут вопросы, вопросы, как всегда, можно задавать мне на почту, почта 1серж23собакамейл.ру, обязательно всем отвечу. Там же можно разместить заказы на реставрацию и ремонт ваших катеров. А как еще раз говорю, вот, по данному катеру будет очень наглядное видео, потому что катер был изначально в брошенном состоянии. Можно будет посмотреть, что было и что стало. Так что, вот, как еще раз говорю, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик о выходе новых уведомлений. В работе находится несколько катеров, и вы получите таким образом информацию о том, как вообще делаются подобные работы, как мы их делаем, как это может быть просто интересно, так и информативно. Так, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...